Мне показалось, что мы переходим в какую-то новую фазу, и эта новая фаза отмечена нашими врагами, которые настолько откровенные оказались, некоторые из них, что выболтали все, что они на самом деле собираются делать. И то, что предвкушение вот этого электронного концлагеря, о котором долго говорили люди, казавшиеся странными, оно оказывается оправданным и подтверждено со стороны враждебных нам сил. Я очень внимательно посмотрел такая тусовка, она называлась «Утро со Сбербанком» на инвестиционном форуме в Сочи. Эта передача была утром, я случайно просто включил телевизор, хотел новости посмотреть, на «Россия-24» шла просто онлайн-трансляция. Организатор всего этого дела, директор Сбербанка Греф, вы знаете прекрасно этого человека по его деятельности в правительстве, он фактически выболтал их стратегию. Ну, он так неявно это выболтал, я потом посмотрел еще его выступление на Гайдаровском форуме в этом же году и еще какое-то выступление, в общем, три выступления я посмотрел. Готовится смена правительства и главой правительства может оказаться Герман Греф. Просто так сменить правительство невозможно, ну или смысла нет, а вот если какая-то новая идея, которая должна всех заразить и показаться очень такой разумной, вот это хороший повод, то есть опять заморочить людям мозги. Вот идея электронного концлагеря – это то, что заморочило мозги прежде всего самому Грефу. Оказывается, Сбербанк уже много лет работает совместно с компанией Google, которая пронизывает своими информационными щупальцами все, в том числе и нашу электронную почту. Большинство, наверное, людей имеют на Gmail свою почту и всякие поисковые системы, и хранилища файлов, и там вес ногу сломит, чего там у них только есть. То есть идет вот такое смыкание больших денег с большими информационными системами. Греф объявил, что начинается самая большая реструктуризация Сбербанка за все время его существования. И эта реструктуризация должна быть посвящена как раз освоению вот этого огромного информационного поля, возникшего в связи с проникновением в каждый дом и в каждый мозг вот этих электронных ресурсов. То есть они поставили себе задачу выяснить портрет каждого потребителя денег или тех, кто владеет карточкой Сбербанка или счетом Сбербанка, который делает покупки через эти карточки. Вся эта информация представляет колоссальную базу данных, которая непрерывно пополняется и непрерывно будет исследоваться. То есть в душу каждому человеку, каждый его чих, где он в интернете на какой сайт зашел, каким он поинтересовался товаром, еще даже его не купил, какой товар он купил, где купил, в какое время, в каком магазине, предъявлял ли он какие-то претензии и так далее. То есть вся жизнь человека, связанная с его отношением к товарам, услугам и информационным ресурсам, вся должна стать поводом для извлечения дополнительной прибыли. Потому что ничего другого, никакой другой задачи банковская сфера себе не ставит. Соединение банковской сферы с мировыми информационными ресурсами – это и есть тот самый электронный концлагерь, который вовсе не сводится к этой универсальной электронной карточке москвича, которая там возникнет. Это вообще пустяк в сравнении с тем, что задумал Греф. И сейчас действительно идет реструктуризация, то есть ликвидируются в них старые структуры и полностью перестраивается вся конструкция Сбербанка. Систему, которая будет осуществлять слежку и, как я бы сказал, и отцифровку всей нашей жизни. Конечно, они такую иллюзию пытаются нам навесить, что якобы нашу жизнь можно полностью отцифровать. Они в этом серьезно ошибаются, но они к этому стремятся. И страшно даже не то, что они думают, что они влезут к нам в душу, но не попадут туда, а страшно то, что они перекосат весь социум тем, что они будут знать все о том, о чем я сказал. Любое действие, связанное с выходом в электронные системы, через карточку, через счет, вы все равно будете платить по ЖКХ и все равно будете приходить. И все это будет, вся информация о вас, помимо той, которая есть во всех базах данных, будет дополняться еще и в текущем режиме. У нас, в принципе, запрещено создавать базы данных, собирая отовсюду, но то, что они уже созданы, нет сомнений. То есть о вашем здоровье будут знать, давать или не давать вам кредит. Ну, посмотрят на ваше здоровье, а вдруг вы завтра откинете коньки, нет, мы тогда с кредитом, пожалуй, что повременим. Или есть ли у вас какое-то обеспечение, то есть все то, что в Росреестре написано о вашей собственности, тоже будет известно в Сбербанке. То есть Сбербанк пытается превратиться в такую суперкорпорацию. Но для того, чтобы им все базы данных захватить, видимо, нужны действительно полномочия правительственного характера. Поэтому Греф фактически создал параллельное правительство, второе правительство и будет претендовать на то, чтобы заместить Медведева. И в этом правительстве, ну, кого мы видим? Силуанова, который требует повышения пенсионного возраста и увеличения налогов везде и всюду, и уже оно началось, если кто не знает. Там Голодец, которая вышла из Норникеля, которая, конечно, вице-премьер назначена по социальной политике, но реально она не социальной политикой, а уничтожением социальных систем занимается. Вот такие люди. И куча там всяких людей, типа там Венедиктова какого-нибудь из Эха Москвы сидела на этом утреннике Сбербанка. И всякие экономические публицисты либерального толпа или там профессура, которая преподает, тоже такая ультралиберальная профессура. То есть вот что нам угрожает, я думаю, что в самое ближайшее время, может быть, уже в следующем году, нам будет предложено новое правительство с новой фантазией. Эта фантазия абсолютно непродуктивна, потому что она не касается развития производства или развития науки. Она, правда, касается развития образования, и Греф об этом очень подробно сказал в одном из выступлений. То есть вся система образования должна быть пересмотрена прежде всего под дистанционное образование. Дистанционное образование и классическое образование, как он сказал, это две вещи абсолютно несовместимые. То есть то, что у нас считалось образованием, все это надо выбросить в помойную яму и перестроить систему образования на совершенно новый лад. То, что он хочет сделать, тоже через электронные средства доставки информации. Вот такая глобальная перестройка вполне может начаться. Я уверен, что не будет завершена, даже в черне. Но то, что они сломают через колено и социум, и экономику, я в этом не сомневаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!